Дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, бонжур, хелло, шалом, добрую радку и так далее. Значит, мы снова продолжаем после шавота, после дарования Торы, продолжаем изучать Тору, но уже как бы в новом состоянии, в новом состоянии. Значит, вот мы сейчас проводим, кстати, эфиры есть сейчас и в Фейсбуке, и в Инстаграме. И те, кто, например, любят смотреть в Инстаграме, могут смотреть в Инстаграме и послать, присоединить к странице Ваикра в Инстаграме своих друзей и знакомых, потому что в Фейсбуке у нас уже 30 тысяч людей, которые хотят изучать Слово Бога, понять, что Бог от нас хочет. А в Инстаграме пока мало, пока мало в Инстаграме, но с Божьей помощью будет много тоже. Все, друзья, всем привет. Значит, еще раз мы изучаем Мишлей, притчи царя Соломона. Сейчас мы находимся в 15 главе, 15 глава, и мы дошли уже до очень серьезного. Все, кто уже учится, мы уже больше 600 урока у нас было. Это вообще очень много. Хорошо. Значит, 16 глава и отрывок, на котором мы остановились, это был отрывок 25, в котором нам сообщил царь Соломон, что надменных людей и слишком гордецов Бог опрокидывает, просто опрокидывает. Как он их опрокидывает? Он просто делает что-то, что вот он прям берет и падает, исчезает. И это надменных людей, которые не помнят, что все от Бога, которые считают, что это именно они создают все в своей жизни. Это называется «Гордые и надменные люди», потому что, по факту, человек встать не может без того, чтобы сверху ему дали разрешение. Вот так живут люди, потом бах, и встать не могут, не дай Бог. Хорошо. Теперь, значит, 26-й отрывок сегодня. Значит, эта фраза, значит, переводится следующим образом. Таова – это мерзость переводят. Но, чтобы было понятно, вот есть на языке Торы, на языке царя Соломона, есть рацион – это желание, это то, что двигает. Желание – это то, что двигает человека, а весь мир двигает воля Бога, да, говорят, если будет на то воля Божья. Так, воля Божья – это как рацион, как желание, а у человека всем двигает его воля. Вот если у меня будет достаточное желание, я сделаю, а если будет недостаточное, то не сделаем. А Туава – это наоборот, это как в обратную сторону. Получается, что мерзость для Бога, макшивотра, плохие мысли, ветооримым рейном и чистые слова, благие речи. Значит, в этом отрывке царь Соломон исследует и нам сообщает соотношение между мыслями и словами. Вот, например, человек говорит на словах, он говорит, да, вот встречает он другого, да, человека, говорит, слава Богу, что у тебя все хорошо, слава Богу, значит, все, слава Богу. А внутри думает, вот, блин, и плохо думает. Теперь, что здесь важнее, внешне выраженные слова или внутренние слова? Как есть… Я вспоминаю какой-то анекдот, назывался он «Оговорка по Фрейду», когда муж и женой сидят за столом, и жена просит мужа передать соль, а он берет ей соль, передает и говорит, как… Ну, не помню, вот у меня что-то, я помню, что был такой анекдот, он что-то и говорит не то, что соответствует передаче соли. И оговорка по Фрейду, что у человека есть внутри, как бы внутри у него есть его внутренний мир, его мир, его желания, намерения, его… Какой-то внутренний мир, да, то, во что он верит, та история, в которой он живет внутри. Есть у человека внешний мир, да, то, что он уже выражает наружу. И вот в этом отрывке, в 26-м, царь Соломон нам сообщает, что мерзость для Бога, когда есть плохие мысли и чистые слова. То есть, чистые слова не спасают человека, если у него есть внутри вот эти плохие мысли. То есть, Бог, он читает мысли, Бог, он внутри, Бог, он дает силу человеку, вообще силу, возможность мыслить. И то, что у человека внутри, его внутренний мир, оно и определяет, и определяет, в принципе, больше определяет то, что с ним происходит, чем то, что он говорит вслух. Потому что, вот, вот, знаете, есть люди, каждый человек живет в своем каком-то мире, который сложился у него годами, как матрешечка. И у каждого есть, один верит в одно, другой верит в другое, один боится одного, другой боится другого. У одного ценности одни, у другого другие. То есть, у каждого человека внутри есть некая такая сложенная система фильтров, парадигмы, это называется Стивен Кови, парадигмы. И это все вот его сущность, да, его внутренняя сущность, его система мышления, то, что у него на сердце. Оно постоянно сквозь это идет такое, как свет, божественный свет, это то, что мы называем душа, это как проявление Бога. И вот у человека идет постоянно этот свет сквозь этот фильтр, и наружу выходит тот фильм, его жизнь, в которой он живет. И эта жизнь, у кого-то она розовая, у кого-то она черная, у кого-то есть вера, что все будет хорошо, у кого-то есть страх, что все будет плохо. То есть, у каждого человека его внешняя жизнь это следствие того, что изнутри у него идет вот этот вот божественный луч через его душу и просвечивает его сущность. А внешние слова это выражение сущности. Человек может обманывать, он может быть какое-то время двуличным, но говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Когда человек пьян, у него выходит наружу все равно то, что у него внутри. Когда человек эмоциональный, гневается, у него выходит то, что у него внутри. То есть, у человека периодически даже наружу выплескивается то, что у него внутри. Но даже если оно не выплескивается, то определяет жизнь человека не то, что он говорит, а то, что у него внутри, то, что он думает. Это то, что из 26-го отрывка становится нам понятно, что мерзость для Бога грязные мысли, плохие мысли и чистые слова. То есть, даже если слова будут чистые, а мысли грязные, то это уже мерзость для Бога. Дальше. Дальше вот как раз идет разъяснение, как этот отрывок, он выражается в мысли человека. Очень интересно. Значит, есть вторая часть этого отрывка, она часто очень используется. Когда-то вот в Талмуде я учил. Вот послушайте, очень важный отрывок. Значит, окер это как выкорчевывает, как губит дом свой. Боцея-беца это корыстолюбивый, алчный человек. Он как бы выкорчевывает, он губит свой дом. А тот, кто ненавидит под арти, будет жить. То есть, это известное такое выражение, что ненавидящий под арти будет жить. В Талмуде разбирается, это является прям конкретно приказом или это возможность. И Талмуд в итоге говорит, есть, которые были как Мошер Абейну, как пророк Шмейль, которые ни от кого ничего не брали. То есть, вообще они от людей ничего не брали. И, значит, приводится, что есть такой путь, когда ты полностью ничего не берешь от людей. Есть путь другой, когда можно брать от людей под арти, можно брать от людей то, что они хотят тебе дать. И приводится, в пример, пророк Илиша, которому женщина дала комнату, он всегда у нее останавливался. А потом у этой женщины, у нее не было детей, он дал благословение, у нее родился сын. А потом сын умер, и он его оживил. Это есть известная история про пророка Илиша. То есть, Тора однозначно за то, чтобы давать под арти. Тора однозначно за то, чтобы давать, быть добрым, помогать. Однозначно за то, что Тора больше всего как подчеркивает, что это правильный путь. Теперь люди делятся условно на две категории. Есть люди, которые берущие. И вот человек корыстолюбивый и алчный, он хочет брать. И это не запрещено, в принципе, Торой. То есть, человек, который честно зарабатывает, никого не обманывает, и он копит деньги, он хочет быть богатым, он хочет много зарабатывать. Это не запрещено. Просто нам сейчас говорится, что если у человека есть намерение, вот этот алчный, Буцея Беца, то рано или поздно, рано или поздно, это намерение его, оно может выразиться в то, что в спорной ситуации в какой-то он будет, например, судиться. В какой-то ситуации, которая ему покажется бесспорно, он просто заберет у другого то, что ему кажется, что его, а на самом деле это будет как грабеж, и он может человека ограбить. То есть, рано или поздно вот это намерение брать, быть эгоистом и забирать, оно приводит к тому, что он выкорчевывает свой дом. То есть, казалось бы, он копит, 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 а в итоге он выкорчевывает. Интересно, буквально пару дней назад к нам приходили наши друзья домой, и девушка, это очень религиозная семья, их родители религиозные, и она рассказывала, как она познакомилась с мужем, а идет как бы, когда ты в религиозном мире, когда пришло время жениться, то специальные шатканим, такие как сваты, они подбирают парню, девушку, и они встречаются, разговаривают, если у них складываются отношения, то дальше они еще раз встречаются, там, третий раз, потом они решают жениться и женятся, да. И она рассказывала, как она первый раз, вот она встретилась с одним парнем, и он на первой же встрече, он был очень жадный, он говорил только о том, что вот как он экономит, как он тут собирает, здесь собирает, там собирает, тут собирает. Потом, когда надо было ее отправить, а принято, там есть же расписано как регламент, что парень должен проводить девушку домой, а он ее не проводил, а она пришла, даже не взяла с собой деньги, думая, что он ее потом отвезет домой, а он ее попрощался и ушел, да, и там в кафе, он встречается в кафе, он ей купил воду и говорит, о, какая здесь вода дорогая, все. То есть, ну, она с ним не захотела выходить за него замуж, сказал, что вообще, ну, не захотела с ним встречаться больше. То есть, получается, что вроде в этом ничего плохого нет, он же ее не обманул, он же ее никак не, ну, как бы, как он думал, никак не обидел. То есть, у него был внутренний вот этот настрой, коростолюбивый, то есть, собирать, копить, разбогатеть, больше, ну, там, не тратить, и он, это было его намерение, но он в итоге потерял прекрасную девушку, которая, если бы она вышла за него замуж, может, это было бы его счастье. То есть, еще раз здесь нам подчеркивается в 27-м отрывке, что главное у человека это его намерение, то есть, его главное намерение, куда ты идешь глобально по жизни, куда ты идешь, что для тебя важно, какие твои главные ценности, и ценность быть коростолюбивым и алчным, в итоге приводит человека к тому, что он выкорчевывает свой дом. В СОНЕМА ДАНОТЫХИЕ, тот, кто ненавидит даже подарки, он будет жить. Что это значит? Если человек, даже то, что ему дают люди в подарок, ему это не надо, то понятное дело, что он, то есть, даже если ему дарят, ему не надо, понятное дело, что в спорной ситуации он никогда у другого не заберет, не ограбит, не украдет тем более, да? Он будет, то есть, ему, он хочет получать в этом мире только от Бога, и он знает, что Бог ему все, что ему надо, он ему даст, и значит, его намерение, если он некоростолюбивый, и он ненавидит подарки, значит, его как бы внутреннее намерение и направление, оно направлено куда-то в другое направление, не в деньги, а куда. Опять же, то есть, если его намерение это духовный рост, помощь людям, развитие, создание чего-то великого для людей, для мира, то тогда его как бы вся внутренняя сила, она будет идти туда, и Бог, естественно, в таком случае ему помогает. То есть, здесь идет, вот именно в этом отрывке идет, как нам сообщает царь Соломон и Тора, что намерение первичное и намерение забирать, копить и быть коростолюбивым и алчным, оно в итоге приводит к выкорчевыванию дома. А Сунай Матано тот, кто говорит, мне вообще подарки даже не нужны от вас, мне нужно только, все мне дает Бог, и он, тогда он свободный, такой человек свободный. Вот интересный такой, да, 27-й отрывок. Теперь дальше. 28-й отрывок, он, интересно, что когда-то я очень, на меня произвела впечатление книга Стивена Кови, которая называется «Семь навыков высокоэффективных людей». И в этой книге первый навык высокоэффективных людей называется «Проактивность». И вот этот вот отрывок, 28-й отрывок, 15-й главы Мишли, который написан 3000 лет назад, он как раз про проактивность. Написано так. «Лев цадик Егэ Леонод, у пиры шаим Ябия Раот». Значит, лев цадик, сердце цадика, сердце праведного, Егэ Леонод, обдумывает, что ответить. Обдумывает, что ответить. У пиры шаим, а род злодеев изрыгает зло. Значит, как мы знаем, у человека есть внутренний мир. Внутренний мир его намерений, намерения его мысли о жизни, о себе, о мире, его ценности, его направления, желания, цели и так далее. Это все его внутренний мир. Есть внешний мир, то, что он уже говорит наружу, и как он относится к другим людям. И обычно внешние слова и внешние действия, они обслуживают и они выражают внутренний настрой человека. Так вот, значит, сердце цадика, у цадика внутри он исследует, он наблюдает за собой. И он думает, а вот мои вот эти вот мысли и желания мои, да, которые у меня есть, и слова, которые вот у меня в голове звучат, они вообще, эти слова откуда они? Или это мое злое начало, животное начало, и это вред для меня. Или эти слова, которые нужно сказать, и это хорошие мысли. То есть он все, а как сравнить, где его мирило, что такое добро, что такое зло? Это Тора. И он наблюдает за собой Лев Цадик и Егель Анот. Он, он как бы обдумывает, что ответить, и он все это проверяет сквозь фильтры Торы, да. То есть это по Торе, не по Торе. Это можно, это нельзя. Бог, это то, что Бог от меня ждет. Или спасибо всем за пожелание здоровья. Лев Цадик и Егель Анот. Сердце Цадика, оно обдумывает, что ответить. Род злодеев, он сразу изрыгает зло. Что это значит? Значит, злодей, он автоматичный, он реактивный, да, на языке Стивена Кови. И его реакция на внешний мир продиктована, откуда мы знаем, что он злодей. Он, злодей, это тот, кто идет против Бога, против Торы, для кого не существует запретов Торы, повелений Торы. То есть это человек, который злодей, для которого его я, его желание, его взгляд на мир, он первичен. Значит, что будет делать такой злодей? Он будет говорить лошон на раз, злоязычие. Ведь это же интересно. Есть запрет из Торы, говорит людям неприятные вещи. Даже если тебе кажется, что это правда, запрещено человека оскорблять, запрещено человека унижать, запрещено человек, прям конкретно Бог запретил, унижать, оскорблять и так далее. Запрещено говорить то, что называется рыхелут, сплетничество, да, переносить сплетни от одного к другому и так далее. То есть злодей, он для него этого всего, что значит запрещено? Я хочу, и он, злодей он находится все время в автоматическом эмоциональном режиме, в котором он изрыгает, просто используется слово, изрыгает. Все, что у него на уме, то у него на языке. Можно, нельзя, правильно, неправильно. То есть у него включена все время эмоциональная реакция на мир. А так как большинство людей включены вот в эту эмоциональную нездоровую историю, когда, большинство людей же, они не духовные, они не живут по заповедям, а для них Бог, там, Тора, заповеди, это для них пустыз будет. Людей, для которых это важно, их там несколько процентов единицы. Получается, что если человек, он сам себя отключает от Тора, и он говорит, а это все не важно, он все время будет реагировать к эмоям, по ним ли по ним, как лево дам ли лево дам. Как человек смотрит в воду и видит свое отражение в зеркале, так сердце человека отражает отношение к нему другого человека. Получается, если люди вокруг, они в основном на стрессе, на зле, на истерике, на обвинениях и так далее, то есть окружающий мир, телевидение, события между странами, то есть постоянно идет нагнетание зла, получается с тем поведешься, от того и наберешься. С волками жить, поволчевыть, то есть обычная автоматическая реакция человека, она побуждает его точно так же изрыгать зло, как он его получает из СМИ, от других людей и так далее. Чем отличается праведник? Лев, Цадик и ЕГЭ Леонод. Сердце праведника, оно обдумывает, ЕГЭ это оно обрабатывает, что ответит, что нет. То есть весь входящий мир, это то, что у Стивена Ковина называется быть проактивным. Жить исходя из своего внутреннего системы, по которой ты выбрал жить, а не исходя из внешнего. Праведник, он все это переваривает и он не реагирует реактивно. Что делает злодей? У Пири Шаим, он вообще даже не обдумывает, у него сразу идет реакция. Тебя толкнули, ты ответил. Тебя там сказали гадость какую-то, ты ответил. Тут сказали гадость, ты передал. И все, это значит то, что делает злодей. И 29-й отрывок замыкает вот этот вот, мне кажется, три смысловых отрывка. Он нам говорит 29-й отрывок так. Рахок, Ашем, Мерешаим, Утвилат, Садитим и Шмал. Значит, далек Бог от злодеев и молитва праведников он услышит. Значит, мы учили в 3-м отрывке 15-й главы, что, звучит это так, в 3-м отрывке, там было так написано. Значит, В каждом месте глаза Бога просматривают злодеев и праведников, злых и добрых. То есть, мы учили в 3-м отрывке, что Бог, так как у человека внутри есть душа, это проявление Бога. И Бог, как бы, он, это свет, который идет сквозь человека. Это не кто-то вовне, а это то, что находится в максимальном проявлении Бог в этом мире, проявляется в душе человека, внутри человека. Получается, что Бог просвечивает, как бы, внутренний мир каждого. Он не вовне, он изнутри. И здесь получается, что злодей, который своим интеллектом сделал выбор идти против Бога, он сам отделил себя от Бога. То есть, у него внутри он установил фильтры, которые полностью блокируют божественное проявление. Нет Бога, нет правил, нет Торы, нет ничего, все случайно. Кто в этом мире хозяин? Злодей думает, что он в этом мире хозяин. И понятное дело, что, то, что здесь написано, 29-й отрывок, далек Бог от злодеев. То есть, злодей отдалил себя от Бога. Не Бог далек от злодеев, потому что Бог, как есть псалом такой в Тейлим, что Ашем цельха льят и менеха. Бог, как тень от твоей правой руки. То есть, Бог, он, он, он есть, он, он очень сильно присутствует в этом мироздании. Вопрос, насколько человек впускает в себя, в свою жизнь, в свое мышление вот этого Бога. И получается, что далек Бог от злодеев. Злодей это тот, кто отдаляет себя от Бога. От филация детям и шма. Молитва праведников он услышит. Кто такой праведник? Праведник это тот, который действует по божественным заповедям. Который верит в Бога. Который молится к Богу. Он становится праведником, потому что у человека есть единственная возможность приблизиться к Богу. Это через молитву. Молитва это то, что соединяет человека с Богом. Когда человек становится молиться, он закрывает глаза. Он себе говорит первых три благословения, шмунайстрая. Прославление Бога. То есть, он вспоминает, а кто такой Бог? Создатель мироздания, хозяин мироздания. Тот, кто управляет миром, тот, кто оживляет мертвых и так далее. Потом человек начинает просить у Бога все свои нужды. И он понимает, кто управляет миром, кто все дает, откуда все вообще существует. И он каждой просьбой, он соединяется с Богом. И потом он благодарит Бога. Три последних благословения, шмунайстрая, это благодарность Богу за то, что Бог сделал. И таким образом, через молитву происходит каждый раз соединение с Богом. То есть, вот эта связь внутренняя с Богом, она очищается. И ты как бы, как вот есть, едешь в машине, там радиоприемник, пытаешься поймать волну. Иногда оно трещит, иногда не слышно. Но ты там пытаешься, оп, и ты поймал волну, и у тебя идет чистый-чистый звук такой, да? То же самое. Когда молишься, и интересно, есть вот Бресловские хасиды. У них помимо трех обязательных молитв, которые есть каждый день, утренняя молитва, дневная и вечерняя, у них есть обязательно еще часовая молитва. Они уходят именно на природу, в лес. И они часто разговаривают с Богом своими словами, часто разговаривают с Богом, все ему рассказывают, всем делятся и так далее. И этот вот, идбадыдута там у них называется, это как, это даже не соединяет, это создает канал связи с Богом. Поэтому они друг друга все называют цадик, цадик, праведник. Вот у них, у Бресловских, они все друг друга, прям цадиком так и называют. Еще раз давайте этот отрывок 29 прочитаем. Рахок, Ашем, Мирешаим, далек Бог от злодеев, потому что злодей он отдалился от Бога. И Тфилат, цадитим и шма, молитва цадика, праведника будет услышана. И когда ты установил контакт с хозяином мироздания, понятное дело, что если ты с ним на контакте, и ты делаешь его заповеди, и ты не делаешь то, что он не хочет, чтобы ты делал, и ты делаешь добро и думаешь добро, мы узнали, что то, что ты думаешь важнее, чем то, что ты говоришь, в этот момент то, что ты просишь у Бога, превращается, как есть такое выражение, цадик сказал, Бог сделал. То есть цадик постановил, у праведников есть возможность менять реальность, их благословение, их молитвы, они оказывают невероятное влияние на мир. И чем более человек близок к Богу, тем больше его мысль, она влияет на его жизнь. А весь этот мир, это реализованные мысли. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши мысли реализовались, тогда надо молиться и выполнять заповеди. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Хорошего, прекрасного дня и хорошей недели и года полного Торы. Все, удачи, успехов, всем пока.